Бокертов, друзья, а мы с вами сегодня с Божьей помощью продолжаем. Начали с вами новый Масехет, Масехет и Дуёд. Мы находимся в первой главе на четвёртой Мишне. Мы сказали с вами, что первые Мишнаёд, первые три Мишны приводят спор Шамая и Гилеля на совершенно три разные темы. При этом, что общего в этих Мишнаёд, что Аллаха не по Шамаю и не по Гилелю, а по мудрецам. Так вот, получается, что три раза мы приводим Шамая и Гилеля, Аллаха идёт по мудрецам. Так наша Мишна приходит и говорит, что даже Шамая и Гилель в итоге приняли последнее свидетельство Гордим. Да, этих ткачей. И, да, приняли его. И также мы учим, да, некоторые говорят, что и в первых двух Мишнаёд тоже, и в Мишне-Алиф, и в Мишне-Бет, и Гилеля и Шамая отказались от своей точки зрения. И поэтому приходит Мишна разъяснить. Да, наша Мишна четвёртая, она как бы задаётся вопросом, а почему в предыдущих трёх Мишнаёд вообще мы приводим мнение Шамая и Гилеля? Да, если они в итоге отказались и передумали, и пошли по мудрецам. Что имеется в виду? Мы часто видим, что как бы мы приводим несколько мнений, даже Аллаха, если не идёт по этим мнениям. Но если в итоге мы говорим, что Гилеля и Шамая приняли точку зрения мудрецов, тогда, ну, тогда, если они уже приняли, зачем нам нужно знать, что когда-то они были против? Говорит Мишна. Чтобы показать нам все будущие покорения, чтобы человек не стоял на своём слове. Что это значит? Из-за упрямства и того, да, и цели победить, да, стоять на своей точке зрения. Да, и потому что такое поведение, когда человек стоит на своей правоте просто, потому что это он, потому что он так считает, да, такая вещь приводит к тому, что человек не пускает мудрость зайти в своё сердце. Шааре Аво Таулам. Что даже Аво Таулам, отцы мира, кто такие отцы мира? Это Шамая и Илэль. Они основатели школы Бейд Шамая и Бейд Илэль. Да, Тор всю перелопатили, да, и, тем не менее, Луамду Альдиврегем. Они имели в себе вот такую силу, да, они сказали, окей, мы думали так, но мы принимаем точку зрения наших оппонентов. У Витлу, да, там Бейдута Гидраиме, они отказались от своей точки зрения, когда пришли свидетельствовать ткачи, да, то есть они пришли свидетельствовать, что, да, Аллах Аллаху Месинае, что вот так. А есть понимание, что сами мудрецы, да, они стояли на словах Шамая и Илэля, отменили их и установили Аллаху со своей точки зрения. То есть, итак, мы всё это время учили, да, и несмотря на то, что есть мнение Илэля, у Шамая было своё мнение, у Илэля было своё мнение, тем не менее, они отказались в пользу мудрецов и приняли их мнение. А почему их мнение? Приводится, чтобы научить нас, такой мусар для нас. То есть, да, спорить надо ради истины. И когда ты эту истину установил, сказать спасибо, они стоят на своей точке зрения до конца. Ну да, это уже неправильно. О, так следующая наша мечта тоже, раз уж мы начали упоминать эту тему, тоже говорит, а вообще, почему так устроены наши мечты? Очень интересно, что мы иногда приводим мнение одного против многих. Зачем? Ведь Аллаха всё равно будет идти по многим. Так смысл приводить вот это мнение, кто-то с ними не согласен. Зачем вообще это делать? Да, пиши-ка просто мнение для тех, по кому идёт Аллаха. Ведь всё равно Аллаха будет идти по большинству. Зачем приводить мнение, кроме Раби Мейера, который с ними спорит? Зачем? А что я имею? Для чего это делается? А дело в том, что если Бейдину понравятся слова одного против многих, да и смо халав, и полагаясь на него, Бейдин примет решение, что мы идём по этому индивидууму одного. И нет Бейдина другого, который бы был против. Яхоль не вацель деврея Бейдин хавэро. Не сможет другой Бейдин отменить законодательное решение этого Бейдина, который постановил закон по мнению одного против большинства. А только если он будет более великий в мудрости. Что если глава Бейдина второго только не будет более великий в мудрости, чем глава Бейдина первого. То есть в мудрости. И второе в числе учеников. Что если учеников у второго Бейдина было больше, чем учеников у первого Бейдина, только тогда второй Бейдин имеет право отменить законодательное решение первого Бейдина. Хоть тот, да, потому что тот постановил закон по одному против многих. В отношении постановлений таканод, гзерот, это ограничений, у минха год и обычаев, один Бейдин не может отменить законодательное решение другого. То есть одно дело там как будто Аллаху, да, может, при условиях, что мы сказали. Но во всяких постановлениях мудрецов, если Бейдин постановил, другое не может отменить. Но если они постановили в отношении Мидот размеров, какой-то закон, как им кажется правильно, И на основании этого решили какое-то дело. И пришел после них другой Бейдин в Венере. И они пришли к другому выводу, который противоречит решению первого суда. Он может противоречить и сказать так, как они считают. Почему? Потому что мы сказали в Торе, в книге Дворим. В 17 главе 9 посылке. То есть нет у тебя другой обязанности, а идти за Бейдином в твои дни. И спрашивает Раба, То есть Тора говорит, иди по суду в твои дни. Но если так, как может быть суд в твои дни более великий, чем суд предыдущих лет? Да, их было 70 человек. Их был 71 судья. И отвечает Рабам, Речь идет про количество мудрецов поколения, которые согласились и приняли слово, которое сказал великий Сангадрин, который с ним спорил. Ага, это если суд твоего поколения принимает законодательное решение великого Сангадрина и не спорит с ним. А есть, который понимает, а имеется в виду в количестве, в количестве Веменьян шнайм, шнайм или шаним, сейчас, секундочку. Да, Райба, все-таки шаним, имеется в виду? Лет. Что имеется в виду, да, когда, в какой ситуации может один суд отменить решение суда до них, только если, да, мы сказали, он превышает их в мудрости и в количестве. Мы поняли, в количестве это в количестве учеников, то есть он более крупный Байдин. Но Роман говорит, как он может быть более крупный, да, чем дальше идти? Там вообще был великий Сангадрина, 71 мудрец. Они, помните, мы учили, перед ними сидели ряды, 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 ряды учеников, и они там все, там была ротационная должность, менялись. Где такое есть? Имеется в виду, да, Райбет объясняет, что количество имеется в виду не учеников, а лет. А я году, мемену, бухуфма, ба, лоби, минян. Ну, если суд, который хочет отменить решение другого суда, он выше его в мудрости, но не в количестве. В количестве, но не в мудрости. Он не может отбегить законодательное решение другого суда. Необходимо оба критерия. И в мудрости он был выше, должен быть. И в количестве он должен быть выше. И уже, да, имеется в виду в количестве лет, или в количестве, как вначале мы поняли, в количестве именно судей. Да, мечтатейну хоззерет, аля дворим галалу шелом, ниталомар гадоль бе хохма, обе минян, эле хакованай, гам бе хохма, гам бе минян. Да, мечтатейну хоззерет, аля дворим галалу шелом, там просто более мудрый даян стоит во главе. Этого недостаточно. Или просто очень крупный бейдин, но не было мудреца такой величины во главе. Недостаточно, да, но необходимо, чтобы и мудрец был, и количество было больше. Тогда этот санэдрин может отменить законодательное решение другого санэдрина, да, которому он мудрее и больше в количестве. Раевы также читают нашу мишну следующего. Ашим, ере бейдина двора ваяхид, что если бейдин рассмотрит слова одного, и смог Аллах, и да, будет полагаться на него. Как мы и находим, то есть он говорит, что действительно мы часто видим, так почему мы приводим мнение одного против многих, если все равно Аллаха по многим, чтобы следующий бейдин, если при желании мог изменить решение и пойти по этому одному. Как мы не часто видим, что Танаим сказали, один сказал так, а другие с ним спорили. Тем не менее Амураим поздних поколений устанавливали закон по тому самому одному, который был против всех. Такое бывает. Ну да, неоднократно. При этом, несмотря на то, что он против него большинство. Да, но так как есть закон. Вот смотрите, какая ситуация. Да, первый бейдин принял какое-то решение. Был там один Тана против там нескольких Танаим. О, Аллаха по большинству. Приходит следующий бейдин и говорит, нет, да, закон по тому одному, да, он больше подходит для нашего времени, но у них нет права, они не обладают полномочиями отменить законодательное решение более раннего суда, если бы не было того одного Таны, который с ними спорил. А, раз у них есть все-таки мнение одного Таны, пусть он даже один против многих, это дает право следующему бейдину, полагаясь на это мнение, которое спорит, установить Аллаху согласно одному, а не большинства. Да, по этой причине, говорит Мишнаеду Йод, вы можете очень часто найти, да, что Мишнаеду Йод приводится два мнения, один против многих, да, и наш вопрос был тогда, зачем вообще приводить мнение одного, смысл, все равно Аллах идет по многим. Во-первых, да, это не так, во-вторых, это делается для того, чтобы если следующие поколения захотят, захотят изменить закон, они полагаются на то мнение, которое спорят, могут это сделать. Да, еще коротенькая мечта, мечта, еще один альтернативный вопрос на этот же, альтернативный ответ на этот же самый вопрос. Он бы рабиуда им кэнс, почти сказал рабиуда, но если так, мы ахарши ахид в рабим, а нахак рабим. У нас есть правило, что когда один спорит с большинством, так он всегда идет по большинству. Ла, мы маскирим, диврея ахид, бедам и рубим, леватала. Тогда зачем просто, да, просто так упоминать мнение одного против многих. Леватлан, каламарши, зоя тщула, мы приводим индивидуумов, а не только мнение большинства. Для чего? Что если, да, через несколько поколений появится какой-то раф и скажет, слушайте, нет, я получил, да, от своего отца, от своего отца, от своего от Мошарабей, ну там, я не знаю, там, то Аллаха, вот такая. А, тогда мы откроем умышну и скажем, да, да, ты правильно говоришь, потому что у тебя Месура, у тебя передача, вот поэтому Тане, но это Тана, он один, а против него большинство, поэтому, да, ты прав, но Аллаха не по тебе, да, действительно, есть у тебя источник, поэтому он приведен в Мишне, чтобы мы знали, что такое, имеет право такая версия на существование, но она приводится не для того, чтобы ты мог на нее изменить, как мы сказали в прошлой Мишне, а наоборот, чтобы отстоять мнение, что ничего, да, такая версия есть, но она была отодвинута большинством, как сказано в Мишне, да, Мишна, это, как понимает, во всяком случае, нашу Мишну, Райвель, что Раби Иуда отвечает на тот же вопрос, который был задан в прошлой Мишне, зачем мы вообще упоминаем мнение одного против большинства, если все равно, как бы он один, да, и его ответ, Глеб Атлан, и Фишаба, да, как Мишна сказала, для того, объясняет Райвель, чтобы можно было отменить мнение, если человек говорит, что вот у Аллаха должна быть такой, да, 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 как мы сказали, а тогда зачем упоминать мнение одного просто так, да, в сравнении с большинством, то есть зачем, что он проиграет, то есть они понимают, что Раби Иуда задает вопрос на Мишну, которая была до этого, что как мы сказали в прошлый раз, что причина того, что упоминается иногда один против многих, чтобы Бейдзин в следующих поколениях мог, полагаясь на этого индивидуума одного, изменить решение большинства на него, но мы мазкируем Дивери Ахид весь на себя весь Израиль, а значит никогда не поменяют это и не перенесут на мнение того, кто спорит и разрешает, а тогда смысл было изначально, если бы причина была только в том, чтобы дать возможность другим поколениям изменить закон от большинства к одному, то есть ситуации, когда очевидно, что закон не изменится, а в этих ситуациях зачем было упоминать одного против всех, Получается, тогда вообще нет никакой причины упоминать мнение одного, если речь идет про запрет, поэтому причина Рабиута в другом, что если наоборот человек скажет, ну подождите, я вот получил, у нас такая традиция святая, закон вот такой вот, то, как мы объяснили, мы ему скажем, ты прав, у вас такая традиция, и ваша традиция восходит к великому Танаю, к такому-то, к такому-то, но видишь, как написано в Мишне, поэтому мы приводим его мнение, чтобы вы знали, что эта традиция была отодвинута большинством, у которых традиция была вот такая, поэтому в Мишне часто очень можно увидеть мнение одного, которое противоречит мнению многих. Окей. И шаркох, друзья, скажем только, что наша мишня сегодня за выздоровление Ильяу Давид Бен Мирьям, атакже, это Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok